МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Нужные работники, столяры и плотники. В Чебоксарах открылся 4-й чемпионат рабочих профессий. Бизнес на селе, в Шегарданах создается агрокластер. Людям неограниченных возможностей в Чебоксарах прошел фестиваль инвалидного спорта. В день рождения партии «Единая Россия» во всех региональных общественных приемных страны прошел уже традиционный прием граждан. В Чувашии обращение принимали депутат Совета Федерации Вадим Николаев, глава Чебоксар Леонид Черкесов и руководитель общественной приемной Николай Николаев. С заботой о людях под таким девизом прошел прием граждан. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Трудности с ЖКХ, вопросы отопления, предоставления земельных участков, оказания медицинской помощи. Многие вопросы решаются в ходе приема. Некоторые требуют детального рассмотрения. В прошлом году мы проводили прием, свыше 250 площадок было развернуто, 700 с лишним человек пришли 1 декабря 2014 года. И тогда процент положительно решенных вопросов был около 30%. В этом году мы уже развернули 460 площадок по всей республике. Ожидаем, что, наверное, свыше 1000 человек сегодня придет. И все-таки надеемся, что процент положительных вопросов будет не менее 25%. Людмила Данилова живет в доме без газа. И очень надеется, что после обращения в общественную приемную ситуация изменится в лучшую сторону. Пришла я на прием к Леониду Ильичу, надеясь на то, что он посодействует в решении моего вопроса. Он меня немного обнадежил. Сказал, что он выйдет на начальника чувашесей газа, Морозова, и попытается посодействовать в газификации вновь построенного дома. Кстати, все желающие могут обращаться в приемную по вторникам, средам и четвергам с 10 до 19 часов. А депутаты, в свою очередь, постараются помочь жителям республики решить их проблемы, проконсультируют по различным вопросам. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Нижнем Новгороде прошла встреча полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с представителями средств массовой информации. Речь шла об итогах работы аппарата полномочного представителя президента России в ПФО в уходящем году. Актуальных проблемах регионов, планов на будущий год. А уже завтра Михаил Бабич приедет в Чебоксары. В столице Чуваши руководитель субъектов ПФО будут говорить об импортозамещении и программе переселения граждан из аварийного жилья. Не профессия выбирает человека, а человек – профессию. В Чебоксарах стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Студенты и молодые специалисты будут бороться за звание лучшего в своей компетенции. На открытии соревнований побывали и мои коллеги. К международному движению WorldSkills Чуваши присоединилась три года назад. С каждым разом чемпионат становится все масштабнее, больше компетенций – больше участников. Строже становится и профессиональное жюри. В состав экспертной комиссии входят не только преподаватели, но и представители компаний и предприятий. Участники-специалисты сразу видят, какие требования предъявляют работодатели. А те, в свою очередь, оценивают потенциал соревнующихся. Мы видим, что учебные заведения пытаются в этих сложных ситуациях проявить себя, начать более качественную подготовку. Они понимают, какие высокие требования предъявляются на рабочих местах, на предприятиях. Поэтому, я думаю, предприятия и учебные заведения должны идти в ногу и максимально реализовывать такие формы обучения. На этот раз соревнования будут проводиться по 11 направлениям, а поборются за призовые места более 60 участников со всех СУЗов Чуваши. Максим Алферов участвует в соревнованиях уже во второй раз по направлению сварочной технологии. Конечно, я на этих соревнованиях научился многому новому для себя. И в этом году мне гораздо будет легче участвовать. Я почти каждый день оставался в училище после занятий и в свое личное время расходовал на тренировки. Я хочу улучшить свой прошлый результат. Площадками для проведения чемпионата станут 5 учебных заведений Чебоксар. Каждая из компетенций сложна и специфична. Участникам в течение двух дней предстоит выполнять различные задания-модули. Победители регионального этапа представят республику на соревнованиях ПФО весной будущего года. Очень важно поднять престижность рабочих профессий и сделать лозунг «Быть рабочим модно». Олимпиадное движение дает импульс, а соревновательность всегда дает возможность проявить лучшие черты, человеческие в том числе. И мы считаем, что это соревнование рабочих профессий, выявление лучших из лучших, а дальше участие на уровне России, на уровне мировом, это даст возможность поднять качество подготовки кадров. Это второе. И очень важно еще понимать, что наш уровень подготовки кадров сравнивать с мировым уровнем. Потому что одно дело, когда мы сравним между собой, а другое дело, когда мы сверяем себя с лучшими образцами. В формате круглого стола представители органов власти, образования и бизнеса обсудили со студентами и молодыми специалистами перспективы развития движения и его эффективность. На сегодняшний день задания ставятся перед вами очень высокие. WorldSkills очень хорошо показало, что единое требование мировой. Мы сразу видите, сколько вопросов видим. Необходимо оборудование. Мы поэтому WorldSkills... Уже многие участники чемпионата имеют награды не только регионального, но и международного уровня. А это значит, что рабочих профессионалов становится в Чувашии все больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Итоги второй очереди конкурсного отбора по программе развития подвели на заседание Бюро наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Каскад, завод Энергомаш, Нейрон, завод инновационных технологий. Всего от организации Чувашии на конкурс было подано 9 заявок. А от России почти 500. Из них лишь 131 заявка была рекомендована для финансирования. По итогам конкурса две компании из Чувашии, Каскад и Рионтехно стали победителями. Они получат гранта до 15 миллионов рублей на научные работы и разработку новых видов продукции. Программа развития ориентирована на поддержку малых инновационных компаний, которые уже имеют опыт продаж наукоемкой продукции на рынке. И готовы проводить дополнительные исследования, направленные на диверсификацию производства, создание и освоение новых рынков сбыта. В Батаревском районе продолжается проект по созданию сельскохозяйственного кластера. Первые резиденты агропарка уже определились. Местные фермеры уверены, что кластер поможет им выйти на новые рынки сбыта. Кто поможет им продвинуть свой продукт, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Одним из резидентов агрокластеров в Шигурданах станет Фарид Чабатов. Его хозяйство в районе называют передовым. Сейчас он обрабатывает более 500 гектаров земель. Этим летом удалось получить неплохой урожай. Но появилось необходимое строительство хранилищ. С решением этой проблемы руководитель хозяйства затягивать не стал. До конца этого года здесь планируют возвести и новый ангар. Каждый год у меня объявляются техники. Я закупаю каждый год хотя бы одну-две единицы новые техники. В основном сейчас техники новые. 99% у меня. По-любому же многое зависит от себя. По сбыту, по ухаживанию земли. Если ты сам не будешь трудиться, по-моему, тебя никто не принесет. Поэтому придется работать и днем, и ночью. Тем более в сезонное время. Сейчас свою продукцию Фарид Чабатов в основном реализуют только в районах республики. В агропарке для предпринимателей откроются новые перспективы. Здесь планируют создать компании по продвижению местных продуктов на рынке других регионов и стран. Реализация этого проекта уже началась. Его поддержали и в правительстве республики. Уже есть у нас проекты, у нас есть предложения, у нас есть инвесторы. Работаем над формированием земельного участка, работаем над подведением туда инженерной коммуникации. То есть работа в этом вопросе продолжается. Агропарк разместится на окраине села. В его состав войдут филиалы вузов, центры логистики, а также предприятия, которые будут заниматься переработкой готовых продуктов. Сельхозкластер, уверен, глава Шигардан позволит увеличить в разы количество хозяйств. На сегодняшний день в поселении чистится более 40 крысинских хозяйств. Все реально развивающиеся предприятия. Увеличиваются пассивные площади. Приобретают новую сельхозтехнику. Работают над внедрением новых технологий. Вместе с агропарком в Шигарданах возводят и новый микрорайон. За счет бюджета здесь уже проложили необходимые коммуникации. И сейчас завершается строительство автомобильной дороги и тротуаров. Свободных земельных участков здесь уже не осталось. А в следующем году неподалеку от новых жилых кварталов планируют возвести физкультурно-оздоровительные комплексы и даже мечеть. В Шигарданах она станет седьмой по счету. Митрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня в 80 регионах страны стартовала апробация всероссийских проверочных работ для учеников начальной школы. Ожидается, что в ней примут участие 750 тысяч четвероклассников. В Чувашии для участия в апробации отобрано 28 школ. По одной в каждом муниципалитете и три в столице республики. Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне и должны дать представление о том, как дети усваивают программу начальной школы, на что необходимо обратить внимание с точки зрения продолжения образования. Апробация пройдет в три этапа. Первый и третьего декабря диктанты основы системы русского литературного языка. Восьмого декабря математика. Всего участникам предстоит выполнить 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по математике. Учебниками, рабочими цитрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, калькуляторами пользоваться нельзя, а вот выполнять задания сначала на черновике можно. Правда, оцениваться черновики не будут. Результаты проверочных работ на итоговые оценки за четверть и полугодие не повлияют. Кстати, в свое время похожие испытания в школах проводились. Они назывались Рановскими или Горановскими контрольными. Год назад братья-близнецы из Маргаушского района Артем и Антон Барановы должны были пойти служить в Кремлевский полк. Но в силу обстоятельств не получилось. Воинский долг они выполняли в Севастополе и недавно вернулись домой. С ними встретилась наша съемочная группа. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Про таких, как Артем и Антон Барановы, пела популярная в 90-х группа комбинация. Позади год службы в морской пехоте, впереди учеба в Чувашской сельскохозяйственной академии и все радости молодой жизни на гражданке. Расстраивались, что не попали в Кремлевский полк молодые люди недолго. Спортивное прошлое, они занимались лыжными гонками, и здоровье позволило стать морскими пехотинцами. К тому же во флоте в Севастополе в свое время служили их дед и отец. Из армии братья привезли нагрудные знаки за дальний поход, воин-спортсмен, запрыжок с парашютом и, самое ценное, копию знамени 810-й отдельной бригады морской пехоты. Когда вы службу проходили, у нас появилось много друзей очень по всей России. Это с Ростова, с Москвы, с Чеблоксар тоже есть, с Севастополя. Вот наши друзья оставили нам пожелания на флаге. Антон и Артем смогли попасть в десантно-штурмовую роту и затем на 4 месяца в служебную командировку в Турцию на границу с Сирией. И это стало испытанием уже для их родителей. Сначала, конечно, мы переживали, что попали в Севастополь, потому что как раз поменялся там Россия и Украина. Встретили мы их, год прошел, и они жив-здоров, вернулись домой. Кроме Артема и Антона в семье еще трое детей – девочки. Но когда появятся внуки, родители решили, уже по традиции будут готовить к службе на флоте. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. Чувашия без сирот – автокараван с таким названием вот уже четвертый раз проходит в нашей республике. Алатырь, Цивильск, Батырево, Урмары, Янтиково – специалисты побывали в 14 районах республики. Более 900 человек в этом году приняли участие в акции. Организаторы давали советы тем, кто хочет взять ребенка под опеку. Отвечали на их вопросы, рассказывали о мерах государственной поддержки. Ведь приемные семьи нередко сталкиваются с большим количеством проблем, самое сложное из которых, когда новые родители не могут найти общий язык с ребенком. Помочь и тем, и другим – вот главная задача автокаравана. За пять лет количество детей-сирот в республике сократилось почти на 500 человек. Сейчас их остается чуть более трех тысяч. При этом 92% ребят, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Это позволило закрыть четыре специальных школы-интерната и три детских дома. В рамках автокаравана психологи работали с приемными детьми, узнавали, как они себя чувствуют в новых семьях. Активным приемным родителям вручали благодарственные письма. Для них проводили информационные встречи, мастер-классы, тренинги, консультации. Следующий этап автокаравана «Чувашия без сирот» планируют провести в конце декабря. 3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. В преддверии этой даты ежегодно в Чувашии проходит фестиваль спорта, который объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша съемочная группа болела сразу за всех спортсменов. Физическая культура и спорт одна из самых популярных и эффективных мер адаптации для инвалидов. Так думают не только врачи, но и те, кто уже не первый год занимается в различных физкультурно-спортивных секциях, имея диагноз «инвалид». Ежегодно в фестивале принимают участие как мастера спорта международного класса, так и те, кто впервые переступил порог спортивных залов. Я только первый раз участвую, потому что до этого я ходящий был, но травму получил два года тому назад. Первое время, конечно, жить не хотел. Потом, когда реабилитация, лежал в больнице, я увидел молодых, такие спортивные, и они, вот, жить захотелось. Дисциплинирует очень хорошо, развивает это, естественно. Все равно хочешь, не хочешь, вставать надо, идти надо, но потом зато какое-то наслаждение получаешь, нравится все это. Участники могли проверить себя в фигурном вождении на коляске, дартсе, настольном теннисе и других направлениях инвалидного спорта. Так Сергей Степанов сначала показал свои умения в вождении коляски, после отправился на состязание по настольному теннису. Пару лет назад он еле вставал с кровати, а сейчас регулярно посещает еще и плавательный бассейн. В 2011 году со мной произошло несчастье, можно сказать. Я заболел тяжело и обездвижился. Где-то в течение около четырех лет я лежал дома. Можно сказать, ничего не делал. Был в очень плохом эмоциональном, физическом состоянии. И совершенно случайно в одной из больниц я встретил воспитанника клуба «Феникс». И он мне посоветовал прийти заниматься, попробовать вместе с ними. До этого я даже сидеть не мог. А сейчас лучше себя намного чувствую. И хорошо. И очень жаль, что в больницах или в медицинских учреждениях не говорят про клуб «Феникс». Благодаря государственной программе «Доступная среда» в республике создаются дополнительные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли серьезно заниматься спортом. Установлены специальные лифты, где спортсмены-колясочники могут подниматься наверх, спускаться в манеж. В других спортивных учреждениях тоже у нас работает данная программа, чтобы сделать спорт в научно-боксарске доступным для всех. Всего спортивный фестиваль этого года принял около 250 участников с ограниченными возможностями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. И несмотря на патологии здоровья и возраст, все себя чувствовали на равных. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Таким был вторник глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин